Прошлой весной на территорию Сувалмаша нам поставили большую лазерную установку, целый комплекс ML35 Compact. Это комплекс, состоящий из нескольких установок. Непосредственно сам 3-киловаттный и тербивый твердотельный лазер, конструкция координатного стола с размерами рабочего поля 1,5 на 1,5 метра, защитный кожух, конструкция защищающая, что сразу выносит эту конструкцию, защищающую от излучения. В категории первой опасности, то есть спокойно можно без защитных устройств работать за этим лазером. Для чего покупался этот большой, достаточно большой для нашей территории лазерный компонент? Во-первых, в основном для нашего производства необходимо быстро нарезка исследуемых пластин. То есть для изготовления пакета для электродвигателя нам необходимо быстро вырезать, подготовить, собрать пакет статора ротора, чтобы поставить на испытательный стенд в лаборатории и отработать необходимую технологию. И эта установка позволяет нам вырезать, допустим, часть будущего электродвигателя, собрать пакеты и изменить. Непосредственно, если что-то не подошло, какие-то электротехнические данные нам не подошли, тут же самое на наших же мощностях мы вносим коррекцию изменения в чертеж, форма паза, количество, набор, ширина железа. Непосредственно на нашей территории, не отдавая в сторонние фирмы, мы можем это доработать и произвести дополнительную итерацию. Но на этой машине лазерной мы также можем резать оснастку, панели для нашего оборудования, конструкционные какие-то решения для фиксации оборудования и также измерительных приборов. Не отходя от кассы, не заказывая опять же сторонних организаций, что будут опять же просить суммы, которые мы можем сделать быстро и качественно. Так как невозможно совершенно все изготовить из металла, потому что электродвигатель это не только металлические или детали и медные провода. Туда входят еще изоляционные материалы, что для каждого двигателя, проектируемого, либо перемотанного, подбирается своя изоляция, свои изоляционные материалы. Вот для примера принес. Мы используем два вида материала на данный момент. То есть для тягового двигателя и для общепрома. То есть и форма подбирается под каждый двигатель, размеры. И это режется на небольшом, достаточно небольшом по сравнению с нашей большой машиной лазерной, с рабочим полем 900 на 600 миллиметров. И лазер 100-ваттный уже углекислотный, не твердотельный, как используется на большой машине. А углекислотная лазерная трубка 100 ватт, позволяет резать не металлические изделия, как оргстекло, фанеру. Тут уже пазовую изоляцию. Пазовую изоляцию, примерно даже бумажные модели, чтобы прислонить, попробовать, как она будет вставать на место. И даже вот корпуса для первой подарочной партии наших электродвигателей тяговых было изготовлено именно непосредственно на этом углекислотном лазере. Ну, я так понимаю, не партия подарочная, а упаковка была подарочная. Упаковка, да, согласен. Маркировщик мощностью 50 ватт поставлен в прошлом году, по-моему, осенью. Была передача об этом. Американец, надежный, качественный. Завербовали. Завербовали. Но, к сожалению, мы должны использовать вещи, которые будут надежные, качественные и точные. Потому что данный маркировщик у нас использовался на территории для изготовления шильдов для электродвигателей общепромышленных, для маркирования электродвигателя тяговой непосредственно сразу по корпусу. Наш маркировщик это позволяет установить большой 130-й габарит двигателя непосредственно на станок и промаркировать необходимую партию двигателей. Быстро, качественно.